Добрый вечер, мои видео подписчики. Сегодня на канале все про все. Сегодня вечер, вот 10 часов вечера, у нас Хрюша начала уже готовиться к родам. Сегодня ночью, наверное, скорее всего принесет, потому что молоко уже у нее идет белое с вымени. Заходила, гладила. Сейчас у нее схватки. Вот подключила кое-какой хоть обогреватель, чтобы хоть как-то здесь стало тепло. Но тут на градуснике показывает около плюс 5 градусов, но это все равно маловато. Я надеюсь, что все будет в порядке, все будет нормально. Будем надеяться, что все будет хорошо. И уроды пройдут удачно. Она сама понимает, что у нее сейчас начнутся роды. Она вот уже ложится, хрюкает. Но, наверное, все-таки она понимает, в чем суть. Поросится она у нас в первый раз. Ей 8 месяцев. А наша девочка. Девочка моя хорошая. Девочка моя хорошая. Давай, моя золотая, давай. Давай, моя хорошая. Все у тебя получится. Да, моя хорошая. Давай, давай. Давай, моя хорошая, мы с тобой. Мы тебя не бросим. А вот не угадать, конечно. Первый раз это все проходит. Как что получите, не могу сказать. Но большинство говорят, что лучше не подходить, чтобы роды прошли спокойно. Ее лучше не тревожить, не трогать. Хотя она у нас очень ручная, нисколько не агрессивная. Если бы даже я и рядом с ней сидела, ей бы было намного спокойнее, конечно. Она расслабилась бы, не дрожала. Все-таки вот у нее как-то это все проходит. Ручная, очень ручная девочка наша. Очень я ее жалею. Но куда деваться, вот куда. Вот она уже у нас. Видно, чувствует все, чувствует, готовится. Вот она и гнездо себе приготовила. Я ей кинула побольше сена. Гнездо себе приготовила, лежит. Видно, все у нее происходит. Это схватки, все происходит. Она просто уже не знает, куда деваться. Девочка моя хорошая, девочка моя хорошая. Она уже просто их даже и зовет. Давайте-ка быстрее выходите. Видно по ней, что она прямо сама ждет. Вот прям, ну мамка будет хорошая, по сути. Я как смотрю на нее, но еще не знаю, как отреагирует. Это она, конечно, она может даже испугаться своих же детенышей. Потому что она таких детишек, наверное, и не видела никогда. Вот, как это все будет происходить, не могу точно сказать. Сама еще, как бы, жду. Ну, надеюсь на все хорошее. Вот, 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 вот. Вот она зовет, подзывает, хрюкает. Молоко у нее уже на вымени. Из вымени течет прямо, вот, чуть-чуть надавишь, уже молоко белое-белое поступает. Ходила целый день сегодня, ее проверяла, чистила, убирала, скормила ее получше. И вот сейчас решила на ночь прийти, посмотреть. Все-таки я оставлю свет включенным сегодня. Обязательно это нужно. Теперь уже каждый день буду оставлять включенным. Потому что малыши в темноте, как найдут у нее, сиськи найдут, молочко попить. В общем, мамка раз, там мамка еще одна, не видно отсюда. В общем, мамок полно. Вот тоже ромашка наша тоже ждет. Тоже должна на неделе принести потомство. В общем, все, как я и говорила. В конце ноября, в начале декабря. Ну, начало декабря немножко растянулось. Вот еще одна мамка лежит. Да, Манька? Манька. Лежит мамка тоже, отдыхает, спит. Ромашка, ромашка моя хорошая. Ромашка моя хорошая, хорошая моя девочка, хорошая. Давай, давай, рожай, давай мы тебе не будем мешать. Курочки тебе песенку поют. Давай, рожай, рожай, моя хорошая, рожай. Рожай, никто тебя трогать не будет. И вот еще одна мамка у нас лежит. Вот еще одна мамка лежит. Но она будет позже. И вот этот будет, наверное, тоже чуть-чуть попозже. Наша девочка. В общем, три девочки у нас. Девочка, лежи, лежи, моя хорошая. Лежи, моя девочка, хорошая. Никто тебя не беспокоит. Лежи, моя девочка, хорошо. Никто тебе не будет мешать. Никто. Только помочь бы как-нибудь. Как-нибудь помочь тебе. Не буду вмешиваться, не буду мешать. Пускай лежит, пускай рожает. У нее уже схватки идут, как я поняла. Хвостик приподнимает. Она не поймет, то ли она какать хочет, то ли она висеть хочет. Но вот она уже... В общем, у нее потуги идут, это точно. Вот она бедная, уже не знает, куда. То ли на бок, то ли на животик, то ли как. Уже не знает, как она, на какой бочок-то повернуться. Господи, помоги, пожалуйста. Чтоб у нее все было хорошо, у девочки нашей хорошо. Чтоб родила нам детишек нормальных, здоровых. Вот еще наша, да? Ты моя сладкая девочка, ты тоже будешь рожать. Ты моя хорошая, ты моя хорошенькая. Ну вот, пока на этом прекратим запись. Ой, мучается, мучается девочка, я бы ей помогла. Ромашка рядом со мной стоит и все это наблюдает. Смотрит на одну поросюшку, подглядывает за другой. Сама уже скоро рожать собирается, да? Ты тоже рожать собираешься у нас, а, девочка моя? А, все, не ложишься, все тяжело. Когда беременные лечат, тяжело. Вот они это самое, так вот себя чувствуют. Ну, это спокойная сегодня. Она отдыхает. Тоже, наверное, на днях принесет детенышей. Надо завтра ей подготовить. Но молока нет. В имени нет молока. Да, значит, у меня еще есть время подготовить ей. Сено наложить, почистить у нее хорошенечко тут все. Вот, все. Убрать эту большую кормушку. Поставить обычный круглый таз. Пластмассовый. Семочка идет у меня. Ну, опять встала, да? Опять встала? Опять встала, девочка? Опять встала? Опять что-то она думает. Встала она. Будем наблюдать. Будем наблюдать. Через полчаса еще приду, наверное, сюда. Сыночек мой тоже любопытничает. Переживает. Смотрит. Первый раз. Он никогда не видел это все. Хотелось бы тоже посмотреть. Тоже это самое сострадательное такое. Переживательный ребенок у меня. Тоже все за все смотрит. Думает, как же там будет это все дело продолжаться. Ну, вот она беспокойная такая. Все, тихонечко мой. Нет, ложится. Тихонько ложится. Значит, дальше все это будет дело идти. Ну, ладно. Пока. Будем наблюдать и будем стоять тихо. Ну, вот как я и говорила. Все-таки я была права. Поросятки. Родились утром рано. В 6 часов. Одного не успели спасти. Двое еще более-менее живые. Вот. А остальные нормально. Общие в 7 родилось. Один погиб. Вот 6 штук еще живые. Слава богу. Не знаю, получится нет. Но сосут все хорошо. Все нормально. Сосут. С одним мучаемся, конечно. Подносим мамке. Вот девчонка у нас слабая очень. Вот это. Сосет она. Слабо сосет. Мы будем стараться, чтобы она это очнулась. Мальчишка последующий скорее всего не выживет. Скорее всего не выживет. Мы будем стараться кормить. Мамка нас подпускает. Кормили, поили. Гладили. Все едят, пьют. С божьей помощью выживут. Ничего. Вот поставила обогреватель сюда. Поставила, включила лампу. Чтобы было тепло. Хоть как-то грелись. Но на градуснике плюс 10 показывает. Вот тут на градуснике плюс 10 показывает. Условия как могу, так и делаю. Родила все-таки. Родила она легко, как я поняла. И кушает сейчас, и ходит, и ложится, и хрюкает. Все нормально. Нас подпускает. Мамка очень хорошая. Ее буду оставлять. Буду оставлять. Буду ухаживать. Кормлю. Постоянно кормлю. Потому что надо есть силы. Надо, чтобы было молоко. О, поросятки вот тоже кувыркаются. Но они поели сейчас. Кто-то спит, кто-то бегает. Вот наши поросятки. Да, да, моя хорошая. Да, моя хорошая. Я же тебя люблю. Не беспокойся. Все будет хорошо. Ну, вот семь штук в приплоде получилось. На этом заканчиваю свое видео. Конечно, не получилось снять, как прошли роды. Ну, и да ладно. Главное, что живы. Сосуд. Все нормально. Вот слабенькая девочка еще брыкается, там барахтается. Но я думаю, если молоко подставлять, чтобы она пила, все будет хорошо. Через три дня постараюсь сделать седимин, железо, чтобы они немножко как бы тоже окрепли. Пока не знаю, как что это делать. Спрошу ветеринара, поинтересуюсь. В общем, буду это, думать дальше, как помочь ей, как вырастить их. Это не только ее забота растить, но и наша тоже. Помогать ей поднимать своих поросюшек. Да, девочка. Спасибо тебе, девочка. Спасибо тебе, моя хорошая. Спасибо, ты нас обрадовала. Ты хорошая мамочка. Ты очень хорошая мамочка. Спасибо тебе огромное. Ну, вот такая сентиментальная, что поделать. Мне всех жалко, я не могу. Вот уже шести часов, сейчас десять, я на ногах, и как бы все здесь, все с поросятками. Двух мы, конечно, обтирали, они уже немножко, это самое обидно, либо в воду захлебнулись, либо что, в общем, уже признаков жизни-то не было. Мы их растерли с мамой, отнесли кочегарку, делала прямой массаж сердца. Ну, и, в общем, ожили они, начали дышать. Вот эта девочка начала дышать. Сейчас спит, к сиське подносили, молоко, пила, сосала. Ну, не так сильно, как ты, ну, слабенько. Я, ну, буду стараться, чтобы она все-таки выжила. Ну, дальше посмотрим, дальше посмотрим. Ну, пацан, девчонка точно погибли. Пять штук живые вот. Будем думать, что делать дальше. Главное, чтобы здесь было тепло, а остальное не важно. И кормить ее, как почаще кормить, 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 чтобы она не была голодной, чтобы молоко всегда было, жидкости ей давать теплое, теплую сыворотку. Будем давать и кашу теплую давали, ела она. В общем, время у нее хорошее. Все-таки есть молочко. Ладно, девочка, ты же меня любишь, и я тебя люблю. Ты же знаешь, что я тебя не обижу. Но, моя хорошая девочка, вы же очень все хорошие, умные девочки. Сейчас вот она поест, ляжет, и они сразу к ней придут сосать. Я тоже поднесу вот этого щеночка, чтобы он начал сосать.